В 2023 году исполняется 180 лет со дня издания рассказа «Золотой жук» Эдгара Алана По. Эдгар Алана По выставил «Золотого жука» на писательский конкурс, который проводился Филадельфийской газетой. Его рассказ выиграл главный приз и был опубликован в трех частях, начиная с 1843 года. Также за победу в конкурсе Эдгар Алана По получил 100 долларов. Это было самой большой единовременной премией за рассказ за его писательскую карьеру. «Золотой жук» имел мгновенный успех и был самым популярным и читаемым рассказом при жизни писателя. Также он помог в популяризации криптографии и тайного письма и сильно повлиял на молодого Артура Конан-Дойла. Позже он написал рассказ «Пляшущие человечки», в котором Шерл Холмс использует аналогичный метод для разгадывания шифра. Рассказы происходят в Южной Каролине. Повествование ведется от лица неназванного рассказчика, жившего в Чарльстоне. Потомок старинного аристократического рода Уильям Легран, преследуемый неудачами и банкротством, бежит из Нового Орлеана и поселяются на пустынном островке, вблизи Атлантического побережья со своей собакой Ньюфаундлендом и старым слугой Негром Юпитером. Легран и рассказчик становятся друзьями. Однажды Легран находит золотого жука, которого он заворачивает в кусок найденного поблизости кучка бумаги. Придя домой, Легран обнаруживает, что это пергамент и совершенно случайно находит на нем изображение черепа, нарисованное скрытыми чернилами, которые проявились от действия тепла, камина в доме Леграна. Расспрашивая о подробностях, рассказчик замечает, что Легран воспринимает эту находку как счастливое предзнаменование, его не покидает мысль о внезапном и скором богатстве. Негр Юпитер беспокоится, не заболел ли его хозяин. Легран все время что-то считает и надолго исчезает из дома. Время рассказчик получает от Леграна записку с просьбой посетить его по некоему важному делу. Лихорадочный тон записки заставляет рассказчика поторопиться, и он в тот же день оказывается у друга. Легран ожидает его с видимым нетерпением и предлагает всем тут же отправиться в путь, на материк, в горы. Через несколько часов компания добирается до дерева, которое искал Легран. Он заставляет негра лезть на дерево. Юпитер находит прибитый к суку дерева череп и получает указание пропустить золотого жука на шнуре через левую гузницу. Забив колышек туда, где опустился жук, Легран отмеряет расстояние, и все начинают копать. Через некоторое время оказывается, что негр перепутал гузницы, и их усилия оказались напрасными. Легран перемиряет все заново, и они возобновляют раскопки. Они трудятся уже часа полтора, когда их прерывает отчаянный лай Ньюфаундленда. Собака рвется в яму и находит два скелета. Спустя пару мгновений компаньоны обнаруживают и сундук, в котором находятся настоящие сокровища груды золота и драгоценных камней. Преодолев с трудом обратный путь, наконец, видя, что друг сгорает от любопытства, Легран рассказывает, что привело его к находке и разгадке шифра, позволившего найти сокровища. Найденные сокровища были оценены в полтора миллиона долларов по тогдашним меркам. Но даже продав не все из них, компания выручила намного больше денег. В рассказе «Золотой жук» описывается простейший постановочный шифр и частотный анализ, использовавшийся для его взлома. Хотя Эдгар По и не сделал открытия в криптографии, очевидно он способствовал ее популяризации в течение всей жизни. Для большинства людей XIX века криптография была чем-то таинственным и считалось, что те, кто мог взломать или расшифровать код, наделены поистине сверхъестественными способностями. На страницах своего журнала Эдгар По предложил читателям присылать тексты, закодированные их собственными шифрами, хвастаясь тем, что он будет решать их без каких-либо затруднений. Вызов привел, как писал Эдгар По, к очень живому интересу среди многочисленных читателей журнала. Письма летели к редактору со всех концов страны. В 1856 году рассказ был переведен на русский язык и стал дебютом автора в России. В 1856 году Шар Бадлер опубликовал рассказ в первом томе «Необычных историй». Переводы Бадлера оказали заключительное влияние на популяризацию рассказов Эдгар Ана По в Европе. В 1982 году в СССР был поставлен радиоспектакль по рассказу «Золотой жук». Продолжение следует...